Ребята, всем привет! Настало время рубрики «Я у Даши моделист» Это шоу, где я оцениваю модели, которые мне присылают мои зрители И если вы тоже хотите принять участие в этой рубрике, то присылайте 5-7 фото своих работ на почту Которая указана на этом экране, а также она указана в описании и в закрепленном комментарии И также, кстати, все необходимое для простройки таких моделей вы можете найти в интернет-магазине «Модельная лавка» А по этому промокоду у вас будет скидочка на первый заказ А по промокоду Даша будет скидочка в 10% А также, если вы не увидели свою модель здесь, то заглядывайте в мой дзен Там эта рубрика выходит чаще и регулярней Алексей прислал на обзор фигуру русского воина И это некий аналог русского Вархаммера Жаль, что именно это направление не так широко распространено среди отечественных моделистов Фигура расписана на очень приличном уровне, но, как всегда, есть к чему придраться Немного блестят некоторые детали, которые должны быть матовыми И речь тут идет о бороде, если она, конечно, не покрыта специальным лосьоном И, наверное, плащ тоже должен быть несколько менее блестящим Чтобы этого избежать, я рекомендую использовать матовые краски Или же эти элементы покрывать матовым лаком Максим довольно смелый парень Раз сделал и прислал модель ГАЗ-66 от Восточного Экспресса Я бы сейчас за такую модель и не взялась бы Ведь уже есть довольно достойная модель от Трумпитера Или аналог в 43-м масштабе от АВД Из недостатков модели хочу отметить неровно покрашенные поворотники на мордочке Шишиги Классно сделаны следы коррозии на ходовой части, а в частности на мостах Но цвет по мне вышел немножко темноватым А так модель очень даже достойная, особенно для Восточного Экспресса Михаил из Ельца прислал модель танка ИС-2 в 35-м масштабе от фирмы Звезда Вначале я хочу отметить, как логично потертые белые опознавательные полосы на танке Они наносились временной краской в полевых условиях И больше всего страдали при эксплуатации А вот к цвету у меня есть небольшая претензия Я бы подобрала несколько иной оттенок зеленого На этом образце он уж очень слишком темный, мне кажется Больше похожий на американский базовый цвет Хотя в музее мне тоже танки показались слишком темными Сергей врывается в наш обзор с очень интересными моделями Это конверсии фабричных моделей Scania P310 и P380 С гидродинамическими установками и вакуумными насосами для коммунальных нужд Конверсии выполнены по собственным фотографиям автора И максимально точно, насколько позволил масштаб Материалы применяются самые разнообразные И пластик от коробки для DVD дисков, и проволока, и зубочистки, и нитки, и массажные расчески, и палочки для очистки ушей, провода, стержни для ручек, и даже пригодилась рукоять для пылесоса и картонная втулка от бумажного полотенца К сожалению, есть проблемы с окраской, так что тут есть куда стремиться Также не очень повезло с декалями, у них видна подложка Хотя, наверное, декали сделаны самим автором А работа проделана очень огромная Так что желаю автору совершенствовать свое мастерство в окраске Иван из Иркутска прислал на обзор модель танка Т-34 в 35 масштабе от фирмы Моделист Иван начинающий моделист, и тем не менее он не побоялся показать свою работу на общий суд И тут очень спорно выглядит декаль с бортовым номером Я ни разу не видела на исторических фотографиях, чтобы на настоящих боевых машинах таким образом наносили бортовые номера И если уж и наносить декаль, то нужно это сделать ровно Например, взять какую-нибудь горизонтальную поверхность и по ней ориентироваться А также тут не очень аккуратно приклеены гусеницы Так что я пожелаю Ивану продолжать осваивать ремесло сборки модели Эту модель прислал на обзор Сергей И это модель шхуны Заря, которая в одноименном фильме играла роль алых парусов Масштаб модели 1 к 430 Мастер модели сделана из пластика, а клона из эпоксидной смолы Остальные материалы классические Леера, брезные и фототравленные детали от 700 масштаба Декилаж, распущенный на нить бантик А что тут можно критиковать? Труд вложен в модель колоссальный Особенно учитывая то, что модель сделана полностью с нуля из подручных материалов А если учесть, что модель помещена еще и в бутылку То результат получился просто потрясающий Но рецепт размещения, кстати, давно известен Ловкость рук и немножко сноровки Но частая ошибка у подобных самодельных моделей Это не очень четкая ватерлиния Которая порой и портит все восприятие модели Роман прислал на наш суд модель, ставшую уже классической Грузовой автомобиль ЗИС-5 Он окрасил грузовик по схеме, которую предлагает звезда в камуфляж Но я на фронтовых фотографиях ни разу не видела грузовик в такой расцветке А учитывая, что тут большое количество разнообразных надписей на кузове и кабине То складывается ощущение, что грузовик чисто парадный А если грузовик парадный, то пыли в таком количестве не должно быть Но по исполнению для новичка у меня просто вопросов нет Но совершенствоваться все равно есть же куда Слава прислала на обзор модель атомной подводной лодки Акула И модель вышла по-настоящему огромной, около полуметра Черный цвет очень сложен для художественного вымысла Но все равно с ним можно работать и получать интересные работы Очень классно проработаны ракеты, которые выходят из недр подводной лодки Но лодка на взлетной полосе смотрится, мне кажется, не очень уместно Думаю, в таком виде она бы очень классно смотрелась, например, в доках Андрей прислал очень классную работу И это диорама на тему Зимней войны Не самое популярное направление в современном моделизме Диорама изображает заправку советских танков в перерыве между боями И в главной роли тут выступает бензозаправщик на шасси ЗИС-5 А танки на водопое это Т-26 и Т-38 Правда, танки выбрали странное место для такой процедуры Прямо рядом с заграждением из колючей проволоки А если есть колючая проволока, значит рядом есть минное поле А в случае внезапного нападения танкам просто будет некуда деваться Также на диораме очень не хватает главных действующих лиц Танкистов и обслуживающего персонала А то диорама выглядит, как будто танки начали заправлять И танкисты тут же куда-то сбежали Я считаю, что в любой диораме должны быть фигурки людей Но кроме тех случаев, когда диорама, например, на тему постапокалипсиса Но это лично мое мнение Но труд в этой диораме проделан просто огромный А зимние диорамы всегда смотрятся очень интересно Никита прислал на обзор модель немецкого протопанцера от ICM в 35 масштабе Никита начинающий моделист И в его работе допущены классические для новичков ошибки В частности, слишком темный оттенок серого И за таким темным оттенком не видно даже самого танка Даже если краска из баночки идет именно в таком цвете То в нее всегда же можно добавить немножко белого И цвет получится немножко приятнее Также не очень понятно, куда делась линза от фары И есть небольшие огрехи в сборке гусениц Но это частые проблемы, которые уйдут с опытом Евгений прислал на обзор модель танка Т-34 И уж очень много моделей танков в сегодняшнем выпуске Что прям перебор Евгений начинающий моделист Но модель у него, как у новичка, получилась очень даже достойной Опять могу придраться к оттенку зеленого Все-таки автор не совсем попал в цвет Я бы взяла чуть более светлый оттенок зеленого Или просто у меня такое цветовосприятие Косяк, кстати, есть и в ходовой части А именно гусеницы Из-за того, что они виниловые Они неплотно прилегают к каткам И это немножко портит вид танка Чтобы этого избежать Я советую прижимать такие гусеницы к каткам на суперклей И тогда вид у боевой машины будет совсем иным Так что удачи, Евгений Сергей прислал на обзор анимешную модельку И всем аниме-пацаны На мотоцикле сидит некая Асука И я не сильна в аниме Единственное, что я смотрела из этого жанра Это Селар Мун и Покемонов И то только в детстве По работе хочу отметить, что очень классно проработаны глаза Такие глаза очень характерны для аниме И за счет них очень классно передается настроение этого жанра А вот мотоцикл, наверное, надо было бы сделать более мультяшным С гипертрофированными чертами в окраске Влад прислал на обзор модель советского грузовичка военных лет Полуторку И Влад начинающий моделист Но для новичка у него очень классно получилось Сделать надпись на бортах грузового кузова И это вроде бы не декаль Скорее всего, эту надпись он сделал от руки А если это действительно так То автор большой молодец Из минусов хочу отметить ошибку в сборке капота Его створки должны быть вровень с верхней частью радиатора И тут не очень аккуратно прорисована брезентовая крыша Но аккуратность, я думаю, у него придет с опытом Лекс прислал на обзор модель ГАЗ-М1 в 35-м масштабе от фирмы Звезда И для новичков, мне кажется, эта модель довольно сложна Особенно в окраске Я понимаю, почему многие начинающие моделисты хотят собрать именно эту модель У нее низкая цена и знакомый прототип Но легковые гражданские автомобили требуют очень сильной аккуратности в окраске Ведь на глянцевой поверхности довольно сложно будет скрыть какие-либо ошибки и неаккуратности Так тут и получилось Плохо легла окраска на капоте и на крыше И это очень видно Также не очень удачно окрашена решетка радиатора А это же ведь лицо автомобиля Так что я посоветую Лексу добиться аккуратности в окраске И это тоже приходит с опытом Сергей прислал модель самолета Як вертикального взлета в 48-м масштабе И модель окрашена кистью И Сергей тоже начинающий моделист И вы видите, что кистью тоже можно добиться очень даже неплохого результата Хорошо тут проработаны технические надписи Особенно это можно сделать классно в этом 48-м масштабе Есть некоторые претензии к окраске нижней части фюзеляжа Мне не очень нравится цвет Автор явно тут немножко не попал А в целом для новичка модель оставляет очень хорошее впечатление Юрий прислал на обзор модель странного гибрида Катюша на базе грузовичка ZIS-5 Такого в реальной жизни не было Шасси ZIS-5 просто не выдерживало таких нагрузок Поэтому знаменитый реактивный миномет Ставили на более мощное шасси грузовичка ZIS-6 Модель на фото представлена в пыли Причем не в имитации, а в настоящей бытовой пыли И я советую перед подобной фотосессией Хотя бы слегка смахнуть пыль пушистой кисточкой А то как-то неприлично Также на модели во многих местах Не зачищены следы от стыков пресс-форм Особенно это заметно на механизмах наведения установки И на модели криво приклеена крыша кабины Так что автору я советую учиться и набивать руку А за фантазию респект А эту работу прислал Игорь И это просто шикарнейшая диорама По мотивам путешествия в Нарнию Вся работа выполнена из разного вида бумаги От туалетной до картона Если честно, я просто поражена как задумкой, так и исполнением этой работы Редко такое встретишь И обратите внимание на подставку Она выполнена как книга Что отображает сказочность происходящего на диораме Особенно эффектно эта работа смотрится при выключенном свете И видите, как чудище светится Что еще больше придает сказочного шарма работе Единственное, к чему тут можно придраться Это качество окраски фигур Но они меркнут на общем фоне работы И не влияют на общее восприятие диорамы А напишите в комментариях Какие у вас ощущения вызывает эта диорама Настоящее искусство Сергей прислал на обзор модель самолета Airbus В ливреи необычной для наших краев авиакомпании Iran Air Модель от фирмы Восточный экспресс И в 144 масштабе И очень интересно выглядит то, как автор Сфотографировал модель на фоне картины Терминала аэропорта Такая маленькая деталь А она отлично оживляет модель По самой модели особо придраться тут не к чему Модель построена на очень высоком уровне И это не удивительно Ведь автор опытный моделист И он частенько появляется в моих обзорах Со своими работами Сергей со своим сыном сделали Очень любопытную диораму И тоже на авиационную тему Тут изображен падающий советский бомбардировщик P2 И я не знаю, насколько исторически верным Получился камуфляж у этой машины Не уверена, что такая схема окраски была Так что, знатоки, в комментариях подскажите Насколько корректна эта схема Но задумка просто потрясающая Во-первых, сама концепция Падающий и горящий самолет Плюс выпадающие из него пилоты И эта ситуация чем-то напоминает То, что совсем недавно было в Афганистане Не знаю, насколько этично Показывать выпадающие фигуры Советских пилотов и самолета Но моралисты всегда найдутся Но эта история, и к сожалению Такие ситуации во время войны Были не редкостью А авторы определенно молодцы Сегодня прям парад необычных работ Богдан прислал на обзор Модель французского танка Самоа в 72-м масштабе От фирмы S-Model На фото танк забавно штурмует грядки Видимо, только на это И способны французские танки С цветом автор явно немножко промахнулся Он получился слишком синим Веселым, что ли Все-таки танк должен быть Слегка потемнее и понезаметней Но зато модель в целом Окрашена очень аккуратно А гусеницы получились Чересчур ржавыми Видимо, качество металла У французов было очень плохим Михаил прислал на обзор Модель самоходки ZS-30 в сотом масштабе Из смолы Особенно забавно Этот клоп смотрится на фоне монетки Мне нравится цвет модели Обычно у моделистов Модели в этом масштабе Получаются темными А тут все в меру Также очень классно На модели выполнена смывка Что добавляет модели реализма И в меру модель обработана сухой кистью Модель вышла очень классно И я поздравляю Михаила С классной работой А это были все присланные мне работы Которые я успела рассмотреть В этом ролике Так что если вы тоже хотите Попасть в обзор Присылайте 5-7 фото мне на почту Все ссылочки будут в описании А также эта рубрика у меня Чаще выходит на моем Индзен канале Так что тоже переходите По ссылочке в описании И посмотреть, что это такое До новых встреч Пока-пока